Ты никогда не похудеешь, если белок и железо на низком уровне. И вот почему. Вот многие мучают себя постоянно изнуряющими диетами, каждодневным спортом, бегают в парке, записываются в бассейн, но при этом не могут похудеть даже на грамм. Вес как будто стоит. Не может человек добиться каких-то результатов. И мало кто знает, что причина кроется как раз-таки в дефицитах. И самое частое это дефицит белка и железа. Поэтому в этом ролике я расскажу о причинах дефицита железа и белка, а самое важное, как их быстро восполнить. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь 5 полезных советов, как быстро сбросить вес. Почему так важно железо? Дело в том, что железо переносит кислород к внутренним органам. Тем самым улучшается газообмен, обмен веществ, ваши внутренние органы начинают быстрее работать. Желудок, кишечник быстрее переваривают пищу и отправляют эту пищу в энергию. Поэтому она не успевает отложиться в жировую массу. А что касается белка, это строительный материал. Это та энергия, которая важна и нужна в переработке лишних килокалорий. И как раз-таки белок очень круто влияет в формировании того самого железа и эритроцитов. Мало белка, мало железа. Очень важно, когда вы кушаете белок, рассчитывать его, хотя бы примерно. Если вы вообще не двигаетесь, вы не спортсмен, то это 1 грамм белка на килограмм массы тела. А если вы спортсмен, то это 1,5-2 грамма на килограмм массы тела. У меня есть бесплатный вебинар, в котором я рассказываю о причинах дефицитов, как их быстро убрать и тем самым быстро снизить вес. Поэтому переходи по ссылке в описании и смотри. А теперь расскажу о симптомах дефицита железа, по которым ты сможешь заподозрить, а есть ли у тебя тот самый дефицит. Ну, во-первых, это состояние встал и уже устал. Энергии хватает только на то, чтобы поднять себя с кровати и делать рутинную работу. Второе – это одышка, особенно при физической нагрузке, которой не было ранее. То есть это говорит о гипоксии внутренних органов. Тебе просто не хватает кислорода. Третье – это выпадение волос. По статистике, 40% женщин и 70% мужчин испытывают проблемы с волосами. И у женщин чаще всего причиной является дефицит железа. Обязательно перейди в канал и посмотри мой ролик про выпадение волос и как это быстро убрать. А также подписывайся на мой канал и ставь уведомления, чтобы не пропустить много интересных видео. Следующий признак – просто обрати внимание на свои ногти. Во-первых, если они тонкие и ломкие. Во-вторых, если у них есть исчерченность. И в-третьих, если есть выемки в ногтях, это может быть все признаками дефицита железа. И еще есть причины, о которых мало кто знает. Например, взгляни на свои белки глаз. Если у них голубоватый оттенок, это говорит о том, что нарушен синтез коллагена, и роговица истончается. Из-за этого сосуды просвечиваются. А также значимым симптомом дефицита железа являются микротрещины в уголках рта и когда жжет язык. Ну и последнее – это когда ты не можешь похудеть. Очень часто занимаешься спортом, много занимаешься физическими нагрузками, правильно питаешься, но вес стоит. Это говорит о гипоксии и дефиците железа. Кстати, о еде. Полные люди, которые очень много едят, при этом заедают огромным количеством продуктов, тоже могут испытывать дефицит железа, потому что замедленный метаболизм как раз-таки приводит к тому, что нарушается всасывание того самого микроэлемента. И у худых людей метаболизм работает быстрее, следовательно, и железо всасывается лучше. А еще есть один неочевидный признак – это извращение вкуса и запаха. Особенно это есть у беременных. Например, желание покушать мел или когда вас очень тянет понюхать бензин. А дети могут есть пластилин, глину, сосать лед – это все может быть признаком дефицита железа, которое нужно обязательно проверить. Если ты беременна и очень любишь нюхать бензин, а если любишь нюхать бензин, даже если не беременна, обязательно поставь лайк этому видео. Посмотрим, сколько нас извращенцев. Кто же находится в группах риска по низкому железу? В первую очередь, это беременные. Дело в том, что плод, ребенок забирает на себя большое количество микроэлементов. То есть беременная, помимо того, что должны питаться правильно, и достаточно богатыми микроэлементами, продуктами, так еще и дополнительно в целях профилактики принимать препараты железа. Второе – это абсолютно все девушки, у которых есть месячные. У вас большое количество потери крови. Вы не успеваете за месяц восполнить все те эритроциты и железо, которое вы потеряли во время месячных. Именно поэтому вам просто необходимо проверять свой уровень гемоглобина, ферритина и сывороточного железа и пить железо, если оно снижено. Вроде я себя нормально чувствую, и у меня все регулярно идет, да? Я могу автоматически пить железо, потому что, может быть, женщина, у меня все регулярно ходит. Или все равно вы хотите проверить? Я расскажу про одну такую пациентку, которая пила железо, и просто для профилактики. А потом у нее оказалось токсическое поражение печени, которое было как раз-таки вызвано проблемами аутоиммунного характера. Это называется гемохроматоз. То есть это такое наследственное заболевание, когда в печени откладывается большое количество железа, и оно его просто не выводит. Поэтому я искренне рекомендую перед началом приема препарата железа сдать хотя бы анализы, а лучше обратиться к эндокринологу для интерпретации этих результатов. Потому что часто бывает такое, что необоснованное назначение себе препаратов, не пойми от чего, а самое главное, а в какой дозировке? Тут же нужно знать, потому что кому-то достаточно 100 миллиграммов, а кому-то мало и 300. А кого-то нужно уже капать препаратом железа, потому что у него выраженный дефицит, ферритин, находится меньше там 5. Таким людям, конечно же, нужно уже капельницы, но при этом нужно понимать вообще две вещи. Первое, а от чего у тебя дефицит? И второе, а есть ли он у тебя вообще? Следующие это люди с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Если у вас есть камни в желчном пузыре, если у вас есть гастрит, панкреатит, гастродууденит, заболевание тонкого и толстого кишечника, это может приводить к нарушению всасывания микроэлементов. Тем самым железа будет гораздо меньше. И, конечно же, это жесткие диеты и ограничения в питании. Вы себя намеренно загоняете в такую ситуацию, когда мало получаете микроэлементов. Тем самым приводите себя в выраженные дефициты не только железа, но и белка, и других микроэлементов. Поэтому очень важно, если вы состоите в этих группах риска, сдать несколько анализов. Первое, это ферритин. Второе, это общий анализ крови, посмотреть гемоглобин и MCV. Третье, это сдать сывороточное железо и трансферин. Таким образом, хотя бы раз в год, если вы сдаете, вы будете понимать, а на каком же этапе находится ваш организм и как его быстро восстановить. А теперь про симптомы нехватки белка. Ну, во-первых, это отеки. Постоянные отеки, особенно в утренние часы, когда вы просыпаетесь с одутловатым лицом, когда вы не пили много воды и не ели соленого, когда у вас часто отекают ноги. Это один из признаков дефицита белка. Второе, это когда вас постоянно тянет на сладкое. Вы просто не можете избавиться от этой привычки и не понимаете, в чем дело. Это тоже одна из причин. Если не тянет на сладкое, по факту я могу съесть... Что, белка где много? В курочке, да? Белка очень много в курице, в гречке, например. То есть он есть и растительный, он есть и животный, его очень много в рыбе. Пожалуйста. Если тебя тянет на сладкое, то необходимо для начала проверить свой уровень белка. Это первое, то есть можно сдать анализ на общий белок. А второе, просто нужно увеличить нормальные продукты в твоем рационе. Обычно, когда человек забивает себе завтрак, обед и ужин правильными продуктами, в достаточном количестве у него не возникает желания как раз-таки перекусывать. И еще три признака. Это когда постоянно шелушится кожа, вне зависимости от времени года. Очень слабый иммунитет, вы очень часто болеете. И еще дикая слабость в мышцах. Мышцы очень дряблые, некачественные, вы постоянно испытываете какую-то вялость. И дикая слабость в мышцах. Они такие нетренированные, вялые, дряблые, как тряпочка. В группе риска по белку обычно две категории. Первое – это дети. Второе – это взрослые, пожилые люди старше 60 лет. Вот у этих двух категорий очень часто снижен белок. Также это люди определенных профессий. Это модели, это балерины, это танцоры. Все те, которые вынуждены сидеть на изнуряющих диетах для того, чтобы добиться красивой фигуры, чтобы выступать. Ну и, конечно, это люди, которые намеренно отказываются от употребления животного белка. Их называют вегетарианцы. Смотри, но вегетарианцы часто говорят, что можно животный белок применить на те же бобы, еще что-то, еще что-то. Почему они как-то перескали? Все дело в том, что животный белок, у него биодоступность всасывания гораздо выше. При этом количество аминокислот в животном белке гораздо больше, нежели это растительное. Если сравнить кусок мяса, куриную грудку и гречку в той же самой граммовке по белку, то есть в гречке, например, 11-15 граммов в зависимости от ее приготовления, а в мясе, например, 21, то есть плюс-минус одно и то же. Но из гречки, белка и аминокислот вы получите гораздо меньше, нежели это будет животный белок. А из этих аминокислот уже формируется ваша энергия, коллаген и очень много различных микроэлементов. Всех аминокислот из гречки той же самой ты не получишь. То есть набор аминокислот животного белка и растительного, они разные и они отличаются. Поэтому для нормального функционирования человеку, конечно же, необходимо добирать белок из животных продуктов. Если ты не любишь, например, курицу, не любишь мясо, пожалуйста, ну, употребляй хотя бы яйца. Яичный белок, он тоже достаточно богат теми самыми аминокислотами, которые формируют твой образ жизни и энергию. На самом деле выявить низкий белок очень просто. Достаточно сдать только один анализ, который называется биохимический, в котором нужно посмотреть на уровень общего белка. Все. Если общий белок у вас меньше восьми десяти, это говорит о его дефиците. И вам его нужно срочно восполнять. И второе, это нужно обратить внимание на работу ваших почек. Очень часто причиной сниженного белка является как раз-таки нарушение работы почек. И нужно сдать биохимический анализ крови, в котором посмотреть уровень креатинина. Если креатинин будет завышен, то, скорее всего, ваши почки страдают. В этом случае нужно пройти УЗИ. Напиши в комментариях, как часто ты сдаешь анализы. Либо ты их сдаешь раз в год, раз в полгода, либо тебя приспичат и уже везут на скорой, и ты сдаешь уже в отделении. Очень интересно почитать. Итак, и теперь самое главное. А чем же лечиться? Если бы выявили у себя дефицит железа, то нужно принимать, как ни странно, препараты железа. При этом нужно выбирать не БАДы, а именно лекарственные препараты. Они из двух и трех валентные. Это важно различать, потому что одним людям нужны трех валентные, другим нужны двух валентные. Самое важное – это соблюдать дозировку. Дозировка не менее 300 миллиграммов в сутки. Есть БАДы, которые обещают поднять уровень железа, когда в одной таблетке 50 миллиграммов. Естественно, такой препарат никогда не поднимет железо до нужного уровня, и даже если оно немножко повысится, оно тут же упадет. Второе – очень важно принимать все препараты железа не менее трех месяцев. Есть определенная группа людей, которым железо назначается даже пожизненно. Если уровень железа и ферритина критический, то есть ферритин составляет менее 7, а железо менее 5, в этом случае необходимо назначать капельницу под наблюдением руководством лечащего врача. А вообще почему человек может терять железо как-то проверить? На самом деле, если это мужчина, то причина будет достаточно серьезной. Очень редко мужики находятся в железодефиците без какой-то конкретной причины. Если речь идет о девушке, то чаще всего это как раз-таки менструации, но бывают различные проблемы с ЖКТ, например, язва желудка, из-за чего возникает кровотечение, нарушение всасывания. Нужно делать фиброгастродуоденоскопию, ФГС, глотать трубку. Нужно исключать геморрой, трещины анального отверстия. Для этого нужно обратиться к проктологу для внешнего осмотра, а также, если есть показания, можно пройти колоноскопию для того, чтобы исключить воспалительные процессы тонкого кишечника. Анальные трещины бывают очень часто у женщин, особенно у тех, которые беременные. То есть это большая проблема. Геморрой и анальные трещины у беременных встречаются гораздо чаще, чем у мужиков. У мужиков это тоже встречается, особенно у тех, которые любят закрыть дверь и посидеть в своем любимом кабинете на туалете 40-50 минут, чтобы отдохнуть от детей, от жены. Мужики, заведите себе гараж уже наконец-то, чтобы не прятаться от жены и не наживать себе вот этот самый геморрой. Теперь про белок. Белок нужно увеличить, если он находится в дефиците. Как я уже и говорил, то, что если вы спортсмен, то это 2 грамма белка на килограмм массы тела. Рассчитать очень легко. При этом многие врачи говорят, что дополнительно белок в виде протеиновых коктейлей либо каких-то добавок употреблять нельзя, потому что это вызывает дисгормональные нарушения, приводит к онкологии и так далее. Я думаю, об этом многие слышали. Если слышали, напишите в комментариях. Если не слышали, то есть такое поверье. Это полный бред и чушь. Протеиновые коктейли ничем по составу не отличаются от обычного белка, который есть в нормальных продуктах. Поэтому, если у вас есть дефицит белка, особенно если вы пожилой человек, если вы не можете употреблять большое количество белка, то его нужно брать из протеиновых коктейлей и биодобавок. Есть протеин изолят замечательный, который содержит 30 грамм белка на 100 грамм сухой смеси. Вот один такой коктейль в сутки одну треть уже белка будет вам закрывать. Поэтому кушайте белок с удовольствием и восполняйте его протеиновыми коктейлями, особенно если вы занимаетесь спортом. А как в составе проверить? Сколько там должно быть ремонт белка? Очень просто. Да, нужно обязательно обращать внимание на состав протеина. То есть это самое важное. Когда вы смотрите, и в баночке протеина на 100 грамм написано 10 грамм белка, ну извините, это значит очень плохой состав, в котором большое количество добавок. Должно быть минимум 30 граммов на 100 грамм сухой смеси. Если это какой-то протеиновый батончик, например, то тоже стоит обращать внимание, во-первых, на фирму-производителя, во-вторых, на состав. Там не должно быть каких-то шоколада, да, вот этого, быстрых углеводов. И самое главное, в протеиновом батончике на 100 граммов должно быть 20 грамм белка. Кстати, в своем телеграм-канале я уже выложил пост о 5 самых главных ошибках, которые мешают именно тебе похудеть. Обязательно переходи и подписывайся. Ссылка в описании. А теперь для всех, кто досмотрел это видео до конца, ловите 5 полезных советов, которые помогут вам избавиться от лишнего веса. В первую очередь, это увеличить количество воды. Питьевой режим очень важен для вашего метаболизма. Это, во-первых, а во-вторых, чем больше вы пьете, тем меньше вы хотите есть. Поставьте в каждой комнате, на работе, где бы вы ни находились, по бутылочке воды, желательно полтора литра, около кровати, где вы спите, и чтобы в течение дня вы выпивали минимум 1,8-2 литра в сутки, в зависимости от вашей физической активности и вашей изначальной массы тела. Второе, это убрать субпродукты. Это то самое с глубокой переработкой. Но глупо думать то, что в сосисках, колбасе будет большое количество питательных микроэлементов. Помимо того, что там большое количество канцерогенов, так еще и там большое количество так называемого жареного субпродуктов, там очень некачественное мясо. И таким образом вы наберете лишние килограммы, наберете себе проблемы с ЖКТ быстрее, чем похудеете. Третья причина, о которой мало кто вообще задумывается, это пережевывание пищи. Вообще есть такое правило, правило вилки. Вот вы берете вилку, и сколько вы на нее накололи продуктов, столько вы и пережевываете. Таким образом, уже во рту ваша пища начинает перевариваться благодаря ферментам слюны. А следовательно, микроэлементов всасывается больше, а нагрузки на ваш организм гораздо меньше. Таким образом, вы похудеете гораздо быстрее. А самое главное, наедитесь и почувствуете вообще вкус этой пищи. По этой же причине нужно убирать гаджеты и телевизор во время еды. Таким образом, вы будете замечать количество съеденной пищи и, конечно же, насыщаться ей гораздо быстрее. И следующее, это двигательная активность. Я говорю не о каждодневной тренировке в зале, а о зарядке. Если вы будете просыпаться и дарить своему телу хотя бы 12 минут каждое утро и хотя бы 5-10 минут в течение рабочего дня, то ваши мышцы будут забирать большое количество калорий на их формирование, потому что мышца, которая в напряжении, она забирает на себя все килокалории, и они меньше откладываются в жир. И последнее, это витамины. Помимо того, что вы убираете свои дефициты белка и железа, нужно обязательно принимать при дефицитах это железо, это витамины группы В и омега с витамином Д.